Девушки отдыхают В честь советских памятных дат обсуждать ту или иную злобу дня, которая на данный момент обрела особую актуальность. Сегодня у нас пенсионная реформа в центре внимания. Ее продавливают и практически уже продавили. Но не так давно протестная общественность стояла на ушах из-за разрушения Академии наук. Ее разрушали и также практически уже разрушили. А еще перед тем некий проходимец, специалист по торговле табуретками, разваливал вооруженные силы. И то же, что успел развалить, развалил. И опять же выжил сухим из воды. А еще раньше леса горели по Вредительскому лесному кодексу, который при его принятии все экспертное сообщество лесоводческое единодушно характеризовало как преступное. И тем не менее, его также продавили. И хотя по нему полстраны выгорело и продолжает выгорать и хищнически уничтожаться, его никто и не думает отменять. А монетизацию? Ее что, забыли, что ли? Можно только диву даваться. Как вот на таком фоне язык поворачивается болтать о какой-то стабильности в стране. В чем она, эта стабильность? В том, что у нас регулярно, стабильно ввергает из одного социального бедствия в другое. И поэтому для нас актуальнейшим становится вопрос не о честных причинах той или иной беды. А вообще, в целом, что это за ящик Пандора такой дьявольский? Откуда на нас каждые полтора-два года вываливается очередная оптимизация, в кавычках, нашей общественной жизни? И непременно с ухудшением жизненных условий, жизненного уровня основной массы рядовых трудящихся? Между тем, ответ на этот вопрос известен давно и неоднократно излагался. Этот ящик Пандоры – это наша зависимость, внешняя зависимость, наше нахождение под внешним управлением у транснационального финансового капитала. Но что-то мешает людям осознать и усвоить этот правильный ответ. А главное – действовать, сообразно здравой оценке реального положения вещей, а не той мифологии, которая вокруг этого реального положения вещей накручивается. Как всегда, я вернусь к проблеме в своем выступлении. А сейчас от имени исполкома Съезда граждан СССР и большевистской платформы КПСС поздравляю вас, дорогие друзья, с 41-й годовщиной принятия у нас в стране Конституции, которая в свое время и друзьями нашими, и даже кое-кем из врагов, была признана лучшим правовым документом современной эпохи. Не приходится сомневаться, что если бы сегодня действовала она или какая-то ее обновленная редакция, то Международному валютному фонду с его ящиком Пандоры доступ на территорию нашего социалистического отечества был бы наглухо прегражден. Но мы не сомневаемся и в том, что так оно и будет, когда в результате справедливой и освободительной борьбы советского народа действия нашего социалистического основного закона будут во всей его полноте восстановлены. Митинг, посвященный Дню Конституции СССР 1977 года, где Юра, сохраняющий свою силу, объявляю открытым. СОЮЗ 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 Митинг организован из полкома съезда граждан СССР при поддержке общероссийского штаба процессных действий. Его ведут члены исполкома съезда граждан СССР, Юрий Владимирович Карякин, Андрей Николаевич Климов и помогать им буду я, Татьяна Михайловна Хабарова. Уважаемые товарищи, я, конечно, не могу здесь в подробностях описывать историю нашего попадания под внешнее управление или что то же самое под фактическую оккупацию силами и структурами транснационального капитала. Мы, съезд граждан СССР, твердим об этом буквально десятилетиями. Существует гора материалов на этот счет. Они имеются у нас на сайте. Непрерывно пишут на ту же тему постоянно нами упоминаемые ленинградские ученые Юзеф Ковальчук. Так что с проблемой есть где ознакомиться. С приходом на президентский пост в США Рональда Рейгана и его преемника Джорджа Буша-старшего информационно-психологическая война империалистического Запада против СССР в ее нынешней фазе вступила в некую завершающую стадию. На ответственнейшие должности в высшем советском руководстве оказались протащены на все готовые государственные преступники. Можно было начинать то, что характеризовалось бы как прямое вторжение, если бы речь у нас шла о войне обычного типа. В июле-августе 1990 года на свет появились друг за другом так называемый Хьюстонский проект или доклад четырех под названием «Экономика СССР. Выводы и рекомендации». Эти четверо – это Международный валютный фонд, Международный банк реконструкции и развития, Организация экономического сотрудничества и развития есть такая, и Европейский банк реконструкции и развития. Исполнительская версия этой антисоветской стрипни получила наименование «Гарвардский проект». Это программа перевода социально-экономического и социально-политического строя в СССР полностью на эксплуататорские, честно-собственнические рельсы. Она так и называется – переход к рынку. Обратите внимание, в 90-х год еще существует СССР. Никакого беловежья нет еще и в помине. И вот этот, с позволения сказать, проект, проект акта о капитуляции Советского Союза, изменник Советской Родины и Ельцин, получив сию стрипню в руки где-то не раньше 31 августа, Уже 3 сентября выносят ее на рассмотрение Верховного Совета РСФСР. РСФСР, обращаю внимание, никакой эрефии еще и не воняет. И 11 сентября нардепы и стахановцы, как их метко окрестил Юзеф Ковальчук, за эту вопиющую преступную мерзость дружно голосуют. Демократы, ядрена ложь. Обрушили конституционный строй в стране, даже не то, что не спросив у народа и не поставив его в известность, а и сами-то не прочитавши, то, что им американцы, разные джеффри сексы, там наворотили. Мне кто-то из депутатов сунул тогда этот переход к рынку на пару дней. Так там добрых страниц 700 убористым шрифтом. Его только перелистать по диагонали, и то месяц надо. Я уж не говорю проанализировать. А эти стахановцы за неделю управились. Встает вопрос, стоило ли за них жизнь отдавать в 93-м году у Белого дома. Самое же ужасное здесь то, что трудно в это поверить, но мы ведь по этой преступной стрепне так с тех пор и живем. Да-да. Ведь этот переход к рынку никто не дезавуировал, не отменял. 30 лет мы коптим небо по документу, который составлен нашим злейшим геополитическим противником, чтобы стереть нас с лица земли, как этнос, как государственность, как цивилизация, как культурный слой. Именно ради этого с нами воевали. И именно этого они хотят и ждут от своей победы над нами в этой войне. Вот на каком чудовищном преступлении, а это даже не уголопщина, это преступление против мира и человечности. За него, если и судить, то по уставу Нюрнбергского трибунова. Вот на чем вырос так называемый «капитализм» в кавычках в России. Сегодня у нас популярна, в том числе, к сожалению, и среди коммунистов байка, что, дескать, внутренняя наша политика хромает. Но уж зато на внешнеполитическом фронте мы при Путине куда как преуспели. Давайте пока констатируем. Тут объективно не отрицаемый факт относительно внутренней политики, что никакой внутренней политики у России с 90-го года нет, а есть нескончаемое массированное преступление против страны и народа, которое по масштабам причиненного им разора равнозначно, по меньшей мере равнозначно, злодеянием немецко-фашистских захватчиков на нашей территории в период Великой Отечественной войны. Что касается политики внешней, то у нас еще будет возможность о ней поговорить в резолюции митинга. А теперь давайте вспомним, что митинг наш посвящен все же дню Конституции СССР. Вспомним и выразим уверенность, что мы сумеем преодолеть бедствия, обрушившиеся на нас в результате временного поражения в жесточайшей империалистической войне. Сумеем все это преодолеть, если и когда вернемся к тем правовым устоям, которые обеспечили нам победу над гитлеровской Германией и место одной из двух сверхдержав на планете. Да, мы временно утратили этот наш статус, но мы вернемся. И вернемся на этот раз уже навсегда. Ура, товарищи! Товарищ Андрей Николаевич много сказал верного. Насчет разговоров о революции у нас... Мы почти 30 лет пытаемся людям доказать простую истину, что у нас вообще ситуация не революция, а ситуация национально-освободительной войны. Мы с вами находимся на оккупированной, временно оккупированной силами и структурами транснационального капитала территорий, союза, советских социалистических республик. Он для юра существует. Существуем мы, носители его суверенитета. Советские граждане, граждане СССР. Никакие революции тут не нужны, потому что другая ситуация совсем. У нас нет смены общественного строя. Вот я в своем выступлении пыталась вам показать, что это такое нынешний капитализм. Это преступление, сделанное, сотворенное по документам, написанным американцами и подсунутым нашим дураломом, вот этим вот депутатом-нардепом, так называемым, стахановцем, которые за неделю 700-страничный документ, даже не прочитав его, ухитрились его, как шернов мельничный, повесить на шею нашему народу. Тут нет никакой смены общественного строя, и революции никакие не нужны. Мы должны понять, что это не строй новый, а это оккупационный режим. Его надо выкинуть, и его можно выкинуть. Для этого все должны понять, что они граждане СССР на временно оккупированной территории своей страны. И действительно это можно сделать бескровно. Действительно. Ну, конечно, какие-то там потасовки будут у кого-то помнуть, но вообще это можно сделать без кровопролития. С этим мы согласны целиком и полностью. Что это можно сделать в рамках буржуазной конституции, это ерунда. Этого не будет. Мы это должны делать в рамках своей конституции, советской. Вот о чем мы толкуем, и что мы хотим, мы жаждем, чтобы вы все поняли, наконец. И понял вообще весь наш народ. Можно это сделать. Можно нормальным, мирным путем, без кровопролития действовать, вернуться в правовое поле нашей конституции, в правовое поле референдума 91-го года. Ведь его результаты никто не отменял и не может отменить. И его можно отменить только новым референдумом, товарищи. Он действует до сих пор. Результаты референдума действуют. Они юридически правомерны. Ну давайте же займемся делом, действительно, наконец. А не вот этими вот разговорами. Нужна революция, не нужна революция, не нужна. Потому что у нас нет другого общественного строя. У нас есть паразитический нарост. Есть оккупационный режим на нашей земле. Какая против него революция? Против него война. Война национально-освободительная, которую я подчеркиваю, можно провести мирно, то есть без кровопролития. Нельзя сказать, что мирно, но без кровопролития, это точно. Так, я зачитываю резолюцию. Резолюция называется «Три единые механизмы оккупационного угнетения. Ядро, медведевское правительство в кавычках и президентская власть. Долой всю троицу». Вот название резолюции. С любыми трудностями можно справиться, но для этого необходимо прежде всего трезво оценивать складывающуюся объективную обстановку. В настоящее время, всякому, наверное, здравомыслящему человеку в России, очевидно, что пребывание Владимира Владимировича Путина на вершине государственной власти, в особенности в комплекте с его околтелой либеральной командой под предводительством Дмитрия Анатольевича Медведева, оно явно затянулось и не идет на плак о стране и народу. Конечно, нам могут в качестве контраргумента привести сногсшибательные электоральные и прочие рейтинги, но мы ответим, что в наши дни все это без особого труда фальсифицируемо. Фальсифицируемо. Как технически, так и при посредствии всепроникающего административного и медийного ресурса. Если человек круглосуточно не слезает с телевизионных экранов, упорно, жестко уклоняется от равноправных дебатов с электоральными конкурентами, если реальная связь с массами подменена многочасовыми постановочными телешоу, если добиться законосообразной реакции на письменные воззвания к ремлевским высотам абсолютно невозможно и так далее, тут самые запредельные рейтинги и проценты неотвратимо утрачивают свою убедительность. Сегодня это уже не поддающийся отрицанию факт, что все реформы, в кавычках, дорвавшиеся до власти гельциноидов на протяжении не только лихих 90-х, но не исключая и 18-летнего путинского правления, это сплошная череда крупномасштабных преступлений против производительных сил страны и национальных интересов населяющего ее народа. Ссылаются в качестве некого как бы косвенного оправдания на необыкновенное, дескать, достижение Владимира Владимировича Путина в области внешней политики. Но у путинского режима нет двух политик, внутренний и внешний. Это одна и та же политика, и ее истинное лицо, ее истинную нацеленность демонстрирует нам как раздеяние пресловутого экономического блока. Источник же этих деяний носит всецело внешнеполитический характер. И это те капитулянские, предательские договоренности, которые Запад, которые Запад сумел нам навязать на пике раскула Ельцинщины в начале 90-х годов. И это программа перехода к рынку, о которой сегодня у нас уже говорилось, повторяться не будем. Вот там черно-по-белому расписано все, что с нами происходило за минувшие почти 30 лет. И еще должно произойти. И это так называемое письмо о намерениях, которым Ельцин и Гайдар в 92-м году завалили на Россию, естественно, нашим мнением, не поинтересовавшись, совершенно беспрецедентное какое-то садомазохистское обязательство перед Международным валютным фондом принимать у себя только те и такие законы, начиная с Конституции, которые фактически будут продиктованы экспертами фонда. И в точности так же, как переход к рынку, это не менее возмутительное стряпня, никем не дезавуировано и преспокойно исполняется по сей день. А мы еще удивляемся, откуда у нас такие безобразные садистские законы берутся. Спрашивается, если страна по факту лишена суверенитета, находится под опекой геополитического противника и по его укажке плывет по течению к собственной гибели, а национальное руководство ничего не предпринимает, чтобы выправить подобную нетерпимую ситуацию, то как надлежит оценивать вот именно внешнюю политику такого руководства? Садечественники, хорошенько поразмыслите над этим сами. Сегодняшние лозунги типа «Долой Единую Россию правительству в отставку», избегая при этом малейшей критики в адрес президента, это лишь имитация протестной активности, и она никаких успехов в борьбе не принесет. Единая Россия, Медведевское, прости господи, правительство и президентская власть это один нерасчленимый механизм оккупационного угнетения, и избавиться от него можно только в целом, но не по частям. Мы вовсе не призываем к атаке в кавычках персонально на Путина. Дело ведь не в персоне, а в политической позиции. Злокачественно же горит нашей нынешней геополитической позиции. Это внешняя зависимость, воплощенная в основном в двух бумагах, в программе перехода к рынку и в письме о намерениях с Международным валютным фондом 92-го года. Советские граждане города Москвы, участники митингов в честь Дня Конституции СССР, выражают свое категорическое политическое отвержение любой политики, кем бы она ни проводилась, базирующейся на этих капитулянских, преступных по отношению к нашей стране документах. Мы требуем снятия всех и всяческих табу с широкой общественной дискуссией на этот счет, а также квалифицированного и добросовестного юридического расследования обстоятельств появления на свет этой гнусной стрипни, ее протаскивания через тогдашние властные инстанции и правомерности ее действий в России на протяжении без малого 30 лет, равно как в настоящий момент. Считаем, что лица, на ком лежит вина за 30-летнее помрачение национального рассудка, за поражение страны в психополитической войне и втягивание ее, и втягивание, ну переверните же страницу. И втягивание ее в оккупационную кабалу должны быть разоблачены, должны быть разоблачены, убраны с занимаемых ими государственных постов и привлечены к ответственности. Все граждане, присоединяйтесь к нашим справедливым настояниям. С солидарными усилиями мы сумеем освободить Родину от чужеземной зависимости, очистить ее от внутренних паразитов, присосавшихся к общенациональным богатствам, и вернуть ей то место в мире, которое ей предначертано ее историей и ее героической судьбой. Уважаемые товарищи, наш митинг на этом подошел в общем и целом к концу. На наш взгляд он прошел у нас продуктивно, были интересные выступления, высказывания, хотя и противоречивые. Мы благодарим вас всех, что вы сегодня сюда пришли, внимательно слушали, поддержали нас. Постарайтесь в следующий раз привести каждый с собой столько, сколько можете. Наша главная задача, чтобы нас было много, чтобы мы вот говорим, что мы советский народ, мы советские граждане, мы должны проявиться как народ. Нас должно быть на наших митингах минимум по тысяче на каждом. Товарищи, давайте каждый поставим перед собой эту задачу и будем ее выполнять. Нам мешает вот это наше, она искусственно создается путем информационной блокады, вот это наша малочисленность, и ее нужно преодолевать. Каждый должен пропагандировать наши материалы, они в изобилии имеются на сайте у нас, они раздаются вот здесь у нас и наверняка сегодня раздавались еще есть там в остатке. Но нам нужно добиться, чтобы у нас тут было тысяча, а не сто человек, а не пятьдесят. Тогда только, когда на нас обратят внимание средства массовой информации и режимной, и оппозиционной. Ведь это что же такое? Мы вот члены общероссийского протестного штаба, здесь есть граждан СССР и большевистская платформа. А где здесь вот среди нас члены этого самого общероссийского штаба? Это же позор, позор настоящий. Это наглая блокада правильных идей со стороны, кого бы вы думали, коммунистов. Это же безобразие. С этим надо бороться, с этим надо кончать. Нас тут должно быть много, а тех, кто не желает этого делать, вроде тех, кто сидят у нас в штабе, нужно просто срамить за это. Это безобразие. Как можно это не поддержать? Спасибо вам большое еще раз, что вы все пришли. Всего вам самого лучшего. Митинг наш на этом закончен. Спасибо еще раз. До новых встреч. Следите за нашим сайтом, следите за нашими объявлениями. Приходите. Приходите и приводите с собой столько, сколько сможете. Будет вот нас, соберется здесь, по крайней мере, человек 500. Вы увидите, как изменится ситуация. Поэтому нас и блокируют, что этого не хотят и боятся. И режиму этого не нужно. И, к сожалению, и коммунистам этого не нужно. Вот так вот такая ситуация. Вот так же. Еще раз вам всего доброго. Есть и могучий секрет и крепкой Красной Армии. И когда бы вы не напали, не будет вам победы. Есть и несчастливая помощь. И сколько бы вы в тюрьмы не кидали, все равно не перекидаете. И не будет вам поганым буржуином покоя. Ни в светлый день, ни в темную ночь. А больше я вам ничего не скажу. А самим вам, проклятым, вовек не догадаться. Эй, вы, мальчиши-малыши страны советской, слышите вы меня? Жизнь впереди. Над дымом, оттуда пожаром, светлый свет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!